Встреча с Гитлером Встреча с Гитлером Чтобы измотать наступающего противника, а потом перейти в наступление, вдоль фронтов были возведены оборонительные полосы. По данным разведки гитлеровцы собирались начать наступление 5 июля в 2 часа 30 минут. Но за 10 минут до назначенного часа ударила советская артиллерия. Внезапность нападения, на которую рассчитывало немецкое командование, была сорвана. Но остановить машину наступления оно уже не могло. Началась одна из величайших битв Второй мировой войны. Ожесточенные бои шли на всех участках Гурской дуги. Пока мы живы, вражеские танки не пройдут. Нашим войскам активно помогали партизаны. Рельсовая война срывала перевозки фашистских подкреплений. В небе под Курском сказалось превосходство советской авиации, героизм и отвага наших летчиков. Девять вражеских самолетов сбил в одном бою Александр Горовец. Он погиб, возвращаясь на свой аэродром. Решающим ходе битвы стало танковое сражение под Прохоровкой. Самое крупное в истории войн. Около 1200 танков сцепились в смертельной схватке. Советские войска выдержали натяжк врага. Уничтожили огромное количество его живой силы и техники. А затем, как и было намечено, наши войска перешли в контрнаступление. Продолжение следует... Продолжение следует... 5 августа освобождены Орел и Белгород. Москва отметила эту победу первым триумфальным салютом. Редактор субтитров А.Семкин